Хакасские мотогонщики отличились на соревнованиях в Красноярске, а юные теннисисты готовятся ко всероссийским состязаниям. Обзоры этих и других новостей спорта в нашей рубрике. Хакасские мотогонщики стали одними из лучших красноярских соревнований по мотокроссу. Участвовали спортсмены со всей России. Представители республики ежегодно выходят на Красноярскую трассу, но впервые им удалось взять такое количество призовых мест. В классе любителей ветераны среди юниоров и на трассе, оборудованной трамплинами с длиной прыжка до 30 метров. Лучшим спортсменом Хакассии в июле стал Александр Банку. Этим летом он стал серебряным призером международного турнира по боксу «Байкал-2011» в рамках чемпионата Вооруженных сил России. Жители республики оценили его достижения. На сайте Министерства спорта за него проголосовало почти 1300 человек. Сегодня началось голосование «Лучший спортсмен Августа». Имена претендентов можно узнать на официальном портале Минспорта Хакассии. С виду они кажутся обычными теннисистами, но Ирина и их тренер знают, каким нелегким трудом это далось ребятам и ей. Воспитанники Абаканской школы-интерната для детей-инвалидов имеют проблемы со слухом. У кого-то он отсутствует полностью. У таких ребят плохо развита речь. Ирина занимается с ребятами теннисом два года. Поначалу было совсем нелегко. Было и трудно, и интересно в то же время, потому что дети хотели, дети в принципе желали и горели, потому что соревнования не выехали. То есть к ним стал приходить специалист, теннис, то есть столы, то есть их это увлекло. Сначала Ирине пришлось самой много учиться языку жестов, понимать без слов ребят. Мы общаемся и по языку жестов, и дети умеют читать с губ, то есть четкое произношение речи, то есть они читают, слышат. И естественно очень внимательно, когда с ребенком общаешься, нужно смотреть в глаза, чтобы он понял, что именно с ним идет беседа. Занимаются теннисом не только взрослые ребята в интернате, этому мастерству учат всех желающих. На тренировки ходят даже шестилетние дети. Но с этой группой сейчас Ирина работает особо плотно. В середине месяца они уезжают на первые всероссийские соревнования среди детей-инвалидов. Они пройдут в Москве с 14 по 21 сентября. Помимо теннисистов, показать на что они способны, Министерство спорта Республики направляет на соревнования пловцов и легкоатлетов. Возможно из этих детей выйдут известные спортсмены.